Необходимо дать согласие администрации города Слободского передать из муниципальной собственности в областную собственность помещения в здании, расположенные по улице Советская 69, общей площадью 476,9 квадратных метров. С таким предложением к думцам вышла администрация города. Вопрос также обсуждался на уровне губернатора Кировской области в конце июня. Речь о помещениях в здании, где сейчас располагается библиотека и ЗАГС. Там сегодня течет крыша, ушел фундамент, здание в аварийном состоянии. Мы вывели оттуда скорую помощь. В областной ЗАГС управления уже ставил вопрос о переезде ЗАГСа, потому что там невозможно находиться. Мы с вами понимаем, что значит перевезти ЗАГС. Это определенные традиции в городе. И ЗАГС, на мой взгляд, я думаю, вы поддерживаете меня, должен находиться на том месте, где он находится сейчас. Молодожены должны обручаться именно в сердце города. Кроме этого, там находится библиотека. Ее закрытие, переезд тоже не очень-то, я думаю, оптимален и необходим сегодня. Никто не ставит под сомнение необходимость выполнения капремонта. Решение вопроса осложняется не только отсутствием финансов в бюджете. Это еще и памятник архитектуры, к ремонту которого особый подход. Выполнять его может только организация, имеющая определенную лицензию. Мы с администрацией города выполнили предварительную смету работ в ценах марта 2012 года стоимость около 8 миллионов. Мы с вами понимаем, что при выполнении работы цифра вырастет минимум до 10. Область изыскала средства и, слава богу, выделяет необходимую сумму на выполнение работы. Но эти работы могут выполняться при условии, что объект будет переним в областную собственность. Я думаю, преждевременно, Евгений Анатольевич, отдавать под банк и еще коммерческие структуры, там будут, скорее всего, область будут отдавать под коммерческие структуры то, что там сделают ремонт и прочее. Когда здание по советской 69, а произведет это очень скоро, рухнет, что депутат Лалитин скажет избирателям? Ответьте мне на этот вопрос. Ну, рухнуть он не рухнет. Обязательно рухнет. Документы, в котором указано, что ОМОЗ берет для себя обязательства отремонтировать, у нас на сегодняшний день нет. Мы сейчас говорим о том, чего нет. Сделают они, не сделают. Гарантики такие нет. Мы передать передали, а дальше будет докладываться. Докладываю. Документ есть. Приходите, я вам покажу. Протокол совещания у губернатора Кировской области. В этом здании я провел более 20 лет своей, скажем так, карьерой. И хочу сказать, в подвале находится вода, фундамент действительно находится в таком плачевном состоянии, что если завтра дренажные работы какие-то не начать, усадка идет. Причем вот та стена, которая выходит к проезду, там образовалась такая трещина, что зимой, вот послушайте работников библиотеки, там не просто дуют, они не знают, что они заделают. Крыша, там обвалились вот эти перекрытия. То, что памятники федерального значения у нас кроме этого еще полхирургического корпуса, да, у нас регионального значения это поликлиника, но вы поверьте, я этот вопрос зондировал. Я прошел не один кабинет правительства и попытался выше писать, я письма могу кому интересно там предоставить, да, но реально на сегодняшний день то, что это является памятником, да, под это почему-то денежные средства, ну на самом деле не выделяются. И то, что мы на сегодняшний день перед одним, да, нужно здесь всегда взвешивать то положительное и то отрицательное, которое получит город. Большинство депутатов посчитало, что плюсов от такого решения будет больше, и Дума дала согласие на передачу помещений в здании на Советской 69 в областную собственность. Помещение ЗАГСа уже находится в областной собственности. Правительство области, со слов главы города, заверило, что и после проведенного ремонта библиотека имени Грина останется на своем месте. В перспективе здесь также появится новое областное учреждение Музей банковского дела.